Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. С вами Юлия Кондратенок, селекционер-фитопатолог. И сегодня мы продолжаем с вами разговор о защите нашего сада. Не секрет, что груша остается одним из любимейших плодовых деревьев наших садов. Но у груши есть несколько очень больших проблем. Одна из них это ржавчина груши, которая в последние десятилетия стала настоящим бичом садоводов. Но многие ли знают, что борьбу с этой болезнью необходимо начинать уже сейчас, когда распускаются грушевые почки. Дело в том, что споры возбудителя ржавчины, опасного грибка, начинают свой лед, то есть распространение в конце апреля-начало мая. И этот лед будет продолжаться еще полтора-два месяца. И начало его, повторюсь, выпадает именно на начало распускания почек груши. То есть они строго приурочены. И именно сейчас очень важно провести профилактическую обработку наших садов препаратами меди. Дело в том, что низкие температуры, которые держатся сейчас, не позволят более эффективным препаратам типа скор, райок сработать в полную силу. А медь – это тот универсальный препарат, который работает при температуре от плюс 4 градусов и выше. Препараты меди способны побороться не только с грибковыми болезнями, но и с очень опасной напастью груши. Это бактериальный рак, который вызывает почернение побегов, листиков, почернение цветков. И ранневесенняя обработка бордосской жидкостью, медексом, купраксатом, абигопиком, любым другим препаратом меди способна значительно уменьшить распространенность болезни в вашем саду. Второй проблемой груши является медяница. Это небольшая мушка, похожая на плодовую, которая начинает свой лед уже сейчас. В теплую погоду можно увидеть ее прогуливающуюся по побегам. Но как только появятся первые листики, она начинает откладывать на них свои яйца, из которых выводятся опасные личинки. Именно они наносят основной ущерб. Высасывая соки из листиков, черешков, молодых почек, побегов, они приводят к тому, что растение начинает страдать от нехватки питания. А выделяя медвяную росу, собственно, почему медяница? Правильнее сказать, медвяница из-за медяной медвяной росы. Выделяя эту медвяную росу, медяницы покрывают буквально ею молодые побеги, ветви, листья, плоды, из-за чего на ней поселяются грибки сажистые. И растения выглядят будто закопченными, черными. Они не могут нормально дышать, они не могут нормально развиваться. Груши получаются такими страшными, такими черными, что их не хочется даже брать в руки. Справиться с этой напастью можно именно сейчас. Дело в том, что когда появляются личинки, они очень надежно защищены от химикатов вот именно этой медвяной росой. А сейчас, когда летают насекомые, они легко уничтожаются любым разрешенным инсектицидом. Будь то это актора, карате, фуфаном, эфория. Любой разрешенный инсектицид. Обрабатывать нужно обязательно в безветренную погоду. Выберите время утром или лучше вечером, когда прекращается лед пчел. Ведь уже в садах у многих цветут ранние ягодники, такие как жимолость, как кизил. И можно встретить пчел. Чтобы им не навредить, проводите опрыскивание в вечернюю погоду, когда пчел в саду нет. Вот эти две обработки препаратами меди и инсектицидами позволят сохранить здоровье вашего сада. А вот именно обработка от медяницы сейчас является решающей в борьбе с ней. Пожалуйста, не пропустите их. Здоровья вам и вашему саду! С вами была Юлия Кондратенок. Подписывайтесь на наш канал Процветок. И до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»